В поддержке со стороны властей нуждается и зообизнес. Российский союз предприятий этой сферы направил свои предложения в федеральное правительство. А связаны переживания предпринимателей с ростом цен на корма для животных. Однако, как выяснилось, дело не только в санкциях. Корма дорожает в том числе из-за запрета Ростельхознадзора ввозить в нашу страну продукцию некоторых иностранных производителей. Говорят, товар не отвечает новым требованиям. Ульяна Ездакова решила разобраться в теме. Ульяна, я знаю, что ты сегодня пообщалась с заводчиками. Как они отреагировали на рост цен? Ну, что и следовало ожидать, конечно, негативно. Я сегодня пригласила на съемку Валерию. Она владелица кошачьего питомника. Занимается разведением кошек уже около пяти лет. Говорит, конечно, основа хорошего внешнего вида кошки, ее хорошего здоровья, презентабельного внешнего вида – это корм. Сейчас она, кстати, кормит своих кошек итальянским кормом. И я так понимаю, что он вырос в цене? Вырос не то слово. Валерия говорит, что если раньше она тратила в месяц на корм 6-7 тысяч рублей, это примерно 500-600 рублей за килограмм, то сейчас цена выросла до полутора-двух тысяч рублей за килограмм. Питомник не может себе позволить тратить на корм несколько десятков тысяч в месяц, говорит Валерия. Цифры неподъемные. Конечно, курс доллара и евро стремятся вверх из-за текущей политической ситуации в мире. Но все же цены на сайтах и в магазинах слишком завышены. Многие продавцы просто пользуются моментом, чтобы нажиться на покупателях, уверена Валерия. У основного поставщика, например, стоимость увеличилась на 20-30%, а на этом сайте поставщики с разных городов предлагают по разным ценам. Раньше это была какая-то минимальная накрутка, плюс были бонусы, чтобы нам было как-то выгодно с ними работать. То сейчас, я думаю, что это направлено на панику, что люди на панике, вот именно, что сгребут все, что возможно сейчас купить. Ну и, собственно, вот по этой причине Валерия уже начала мониторить российских производителей. И, как оказалось, их у нас немного. Об этом мне рассказали в Союзе предприятий зообизнеса, оказывается, есть у нас и такой. Так вот, его гендиректор Татьяна Колчанова говорит, что дефицит кормов и рост цен прежде всего связан не с санкциями, а с новыми требованиями Россельхознадзора. Под запретом оказались ряд кормов из стран Европы и США, всего около 30 стран. Производители не предоставили документы о том, из какого сырья сделан продукт, не подтвердили качество и безопасность товара. Длится процесс уже два года, пока ни один из разрешенных производителей из-за санкций не заявил об уходе с российского рынка. Кроме того, сейчас Союз предприятий зообизнеса активно налаживает связи с азиатскими и южноамериканскими поставщиками. Есть и китайские, и индейские, и корейские. Вот в частности, после того, как мы об этом заявили, к нам уже во время праздников обратилась Корейская ассоциация международной торговли, которая готова нас познакомить со своими производителями и совершенно безвозмездно наладить связи с ними, в том числе и логистические. А пока не договорились, что делать с заводчиком, но не только заводчиком, а обычным россиянам, кировчанам, чем кормить своих любимцев? Ветеринары говорят, главное не паниковать. Можно на время рассмотреть российских производителей, ну и может быть навсегда, или использовать натуральную пищу. Самое главное делать это постепенно, используя метод подмешивания. Так ветеринары называют. Давай вообще послушаем специалистов. Нужно посмотреть состав корма, которым вы кормите животное. И если этот корм ему подходит, на каждом корме прописано количество в процентном соотношении. Это белков, углеводов и жиров. И новый корм стоит подбирать приблизительно такого же плана, чтобы состав был схожий. Ну и подведем итог. Сейчас Союз зообизнеса отправил обращение в Россельхознадзор, чтобы разрешили запрещенных производителей Запада к нам привозить. Ну и плюс, чтобы ускорили аттестацию потенциальных новых азиатских партнеров. И если все пойдет по плану, то уже через месяц полки магазинов и сайты заполнятся новыми кармани. Будем надеяться на лучшее. Спасибо, Ульяна. Ну а мы продолжаем. Продолжение следует...